Если мы говорим о том, что страх это естественный этап взросления, значит каждому страху свое время. Давайте разберемся, какой возраст соответствует какому детскому страху. Первые тревожные чувства появляются еще в утробе матери, в то время, когда мама сама беспокоится. Новорожденные боятся громких звуков, приближения больших предметов и изменения положения тела, в частности падений. Обычно страх резких звуков ослабевает к четвертому месяцу жизни. К седьмому месяцу ребенок очень переживает, если долго отсутствует мама. Подобный страх максимально выражен у девочек примерно до двух с половиной лет, а у мальчиков примерно до трех. К восьми месяцам появляется страх незнакомых людей, особенно женщин, не похожих на мать. Этот страх оканчивается примерно к двум годам жизни, если нет неблагоприятных факторов, таких как больница, падение и болезненные процедуры. В два года ребенок начинает бояться одиночества, высоты, многие дети начинают бояться животных. Но самый главный страх этого возраста – это боязнь темноты. К трем годам появляется страх наказаний. Замечено, дети менее тревожны, если папа больше участвует в воспитании ребенка и ребенку позволяют выражать свои чувства. От трех до пяти лет появляется страх перед сказочными персонажами или теми, которыми мы, взрослые, пугаем детей. В этом возрасте особенно тревожны те дети, родители которых часто испытывают беспокойство. К шести годам у ребенка появляется страх смерти. Обычно он начинает беспокоиться за свою жизнь и жизнь близких. Это выражается в прямой форме, когда ребенок часто выспрашивает, кому сколько осталось жить, и также в косвенной, когда ребенок боится пожаров, нападений и стихий. К семи-восьми годам прежние тревоги ослабевают, но появляются первые социальные страхи, такие как страх опоздать, страх не соответствовать ожиданиям и страх быть неуспешным. Зная эти закономерности, вы сможете помочь своему ребенку. И помните, хороших людей воспитывают только счастливые родители. До скорого!